Всем привет! С вами Сергей Проект По. И сегодня я хочу рассказать о триллере. Триллере, который мне понравился. Во-первых, я уже довольно много произведений этого автора прочитал, хоть читаю я не по порядку из цикла, но на самом деле весь этот цикл довольно условный. То есть, тут есть главные действующие лица. Это детектив Джейн Рицолий и сотрудник, так сказать, морга, патологоанатом, королева мёртвого, как её называют, Маура Айлс. Про них даже, если вы помните, снят сериал. И есть какое-то развитие сюжета от первых книг до последующих, то есть там меняется их личная жизнь, характер, взаимоотношения, но в целом каждая книга самодостаточная. А говорю я сейчас про книги от Тесс Герритсон. Это медицинские триллеры, это шикарные вещи. То есть, когда ты читаешь детективы и получаешь новые знания не только там про маньяков-убийцы и там, какие существуют просто психи вокруг, но еще и что-то культурно, не знаю, обогащающее нас. В частности, в этом романе, который называется «Хранитель смерти», я узнал про мумий, про археологию, про способы бальзамирования, например, про даже то, как в болотах могут бальзамироваться тела и прочее, прочее, плюс еще какие-то факты, которые я не могу озвучить, потому что это будет уже спойлером для сюжета. А в чем сюжет-то? Какая основная линия? Это же детектив. Естественно, я не смогу вам рассказать до концовки все, но хотя бы завязку вы должны понимать, что действие начинается с того, что пока с непонятной ситуацией, то есть женщина прячется, чего-то она очень боится, закрывает все окна, смотрит там, как машина рядом проезжает и так далее, очень-очень все прячет, но, естественно, не может спрятаться до конца, вот там есть какая-то атмосфера ужаса, и потом оп, мы уже совсем в другом месте, внезапно мы уже следим за нашими главными героями, точнее, в частности, за Маурой, и ее пригласили на большое такое событие, нашли мумию в музее в Бостоне, которую уже фиг знает сколько лет, и вот собираются сделать ей анализы всякие, сделать там, про рентгеном просветить и прочее, чтобы там датировать, поло пройдите и прочее, и вот довольно интересное событие внезапно получается, что в ноге находят пулю, вот, и пуля уже там находится давно, то есть пуля попала еще в живого человека, потому что там кость как-то зарослась, ну там все очень хорошо медицински объясняется, но означает, что это вовсе не мумия, которой две тысячи лет, а что-то вообще свежее, и вот со всем этим надо будет разбираться, и потихоньку все так закружится вокруг темы археологии, мумии, вот всяких маньяков, это роман про маньяка, да, то есть это классно, вот, ну вообще-то довольно много психов будет, это, я бы сказал, немного, может, даже и минус самой концовки, ну, блин, такое, такое большое количество психов на маленьком клочке события, это как-то может даже и перебор, но все равно читать было интересно, плохиши очень шикарные, вот, и плохиши очень шикарные, то есть вот это все, ну там разные будут и версии даже, и разные будут люди поступать хорошо и плохо, и вот кто какую тайну несет в себе, вот почему там скрывается женщина, например, от всех, или что стоит за всеми этими убийцами, почему вот именно в археологии все, весь клин сошелся, да вообще тема, знаете, мне да еще понравилась там подниматься, тема будет маниакальной держимости человека, преследование, может быть из-за любви, может из-за ревности, может наоборот, вот, вот, когда вот просто за человеком следят, его хотят найти, там, не знаю, если маньяк, ну как маньяк, я имею ввиду, вот влюбился человек, да, и вот он просто одержим своей пассией, вот как он хочет, чтоб все только вот, она была только его, вот эта ревность и прочее, прочее, вот эти темы мне тоже понравились в этом романе, они будут интересно затрагиваться. В целом, опять же, я этот роман даже немного сравниваю с, наверное, циклом о Пендергасте, потому что помните, там тоже довольно много было исторических, археологических всяких раскопок, поисков, и поэтому здесь вот что-то ко мне всплыхнуло, вот те эмоции положительные, которые получаю от того цикла, и здесь тоже было, опять же, интересно с этими персонажами встретиться, тем более они здесь, ну, не то, что вытягивает весь сюжет, но тут интересны сами вот события, связанные с этими маньяками, мумиями и прочим, прочим, вот много всего наговорил, ну, потому что роман мне понравился, он читается действительно очень легко, вышел в издательстве «Азбука», вот можно посмотреть на его обложку, его, кстати, можно произвести и в аудиоозвучке, насколько помню, Петр Крушунов его озвучивает тем, кто любит медицинские триллеры, тем, кто любит загадки, естественно, связанные даже с мумией, со всеми остальными, ну, и просто такие интересные познавательные чтиво на фоне преследования, там, убийства и прочее, прочее, туда же будет перестрелка с главными персонажами, ну, непривычно, обычно так довольно мало стреляют в романах, как говорится, но здесь вот как-то все так гармонично получилось, и, в общем, хорошо, удалось положительное мнение об этом романе. Читайте хорошие книги, я с вами был Сергей, проект Попова. Пока!